так апрелька . значит сейчас еще не с одной стороны с другой стороны сезон видите как я вас заманил и как я загадочно говорю чуть ниже покажу выточним сроки и так вспоминаю как моя духовная дочка мирослава из питера она заканчивая университет по моему если ничего не путаю она сказала что доктор наук отказался читать лекцию по способам прививки потому что 55 академических человек оказалось мало мы с вами попробуем 20 минут а то и за 10 вот эти значит нам надо исключить живя в северной массе такие способы где мороз очень близко добирается до организма дерева штаба скелета скелетных веток просто веток давайте сейчас покажу кое что посмотрите ну например как я буду исключать чтобы доставлять вот сюда мы посмотрим вот так смотрите и так в нижнем правом углу что вы видите один из способов прививки я выбрал самый на мой взгляд три года и объясняю и так берется толстая пень так в него делается вырез и вставляется клин данном случае треугольник видите и в результате получается прививка причем я не скажу что она не прерывается попробуйте представить себе вот эту картину вот вся поверхность голая на морозе так и вот смотрите внимательно если взять вот этот квадратик то верхней части самая правая присуток вот он уже вставлю берите и порядок с ним вот вставлю огромное по меркам с россии россии морозный рано которая обязательно сожрет мороз сожрет вот это вот где-то как-то она еще жизнь будет теплиться но когда человек вот так вот сделать прививку таким способом он получит инвалида страшного инвалидом то есть я исключаю такие сами понимаете теперь вы скажете но зачем-то дорисует а вот зачем когда я вижу бичок и вот видите бичок а теперь показываю вот так специально левый нижний угол вот она переводит на бичок когда я вижу эту бичоку это 19 а как эта схема оказалась до сфер век правильно а зачем еще кто-то будет брать нож идти в лес или там сад делать фотографии зачем ты ему это надо вам надо все схема готова так вот получается простая каплировка вот она внизу слева до улучшена каплировка правее от него и мы результате получаем вот такой торец самый маленький какой можете представить можно еще весь торцы если бы можно было бы чтобы вы следили вот там допустим две веточки вставляем вот и на этом все и вот теперь когда казалось бы с этой схемой можно дальше не работать поняли принцип еще раз справа внизу вы видите огромную площадь замороженного будущего дерева ничем ну замажут замажут но это же не теплозащита если замажете садово перекраской все поняли идем дальше теперь мы переходим от сюда я не виноват знаете почему я не виноват для чего я вдруг вспомнил во первых потому что кончается но еще не закончился срок прививок почкой окулировкой щитком это разное понятие вот кстати прививка почкой окулировкой щитком вот она внизу посередине видите тут можете посмотреть можете поставить справа нижнюю вот но тут еще ладно смотрим дальше почему если тема это еще актуально я же не сказал не прививайте почкой нет у нее есть свои преимущества и мои никто не мог говорить вот эта фотография я был в Селябинске а вот по приглашению Царства Небесного генерального директора Степанова когда мне не понравилась пленка а меня считали специалистом и его сотрудники со мной носились как списанной тормой правда таким вниманием и все время ждали от меня а правильно ли мы делаем а нет ли тут чего-то то есть 8 кандидатов наук но я был на пике популярности то есть как бы это самое ну понимаете и вот я говорю мне ваша пленка полиэтиленовая не нравится вот вы обматываете ею я предлагаю полихлор виниловую или полипропиленовую меня спрашивает одна из кандидатов наук а где нам ее взять вот я говорю поехали по магазинам по хазмагам вот в одном хазмаге мы нашли огромную вот такой он ну я давал после моих слов его выкупит от трону но это не дешево ну как бы он сейчас бы это примерно стоило бы он может тысяч десять двадцать а больше больше вот такой вот вот показал этот роман тут же дал команду у меня продавцы отрезали 20 метров довольно весомый кусок мне еще ехать надо было с Челябинска добыть вот я такой счастливый что это у меня она не сказала схватила я ледочки резал с него с этого вот вот так он выглядит запоминайте почему потому что все таки когда мы проводим большинство приемов некоторые ну они сами видимо не специалисты переписывать сейчас же можно переписывать и создавать свои эти вроде бы а на самом деле все это плагиат и там пишут обматываются средние усилия или слегка усилия а железом учитывая что пленка должна быть прочная 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 тягучая вот чтобы уже когда замотал вот это свойство сжатия оставалось на дни на месяц вот так вот как сжал так и сжимается вот полиэтилен нет он тут же расслабится вот мотайте мотайте или лопнет или тут же раз и все и он уже расположен то есть напряжение нет вот они не стали покупать все осталось как было у них так а я почему за эту пленку потому что почти везде в этих случаях особенно вот видите как в самом центре вот он вот тут щель всегда получается щель да даже вот здесь вот слева вот это вот вот скажем так верхний левый вот квадратик здесь как бы ни старались особенно толстая чем толще приводить по двое одного размера чем они толще тем мощнее получается саженец я могу привить саженец толщиной со спички по двое тонненький такой и приводить со спичками еще толще и прижимается его сейчас вот такой а я выросил два с половиной метра с мощным скелетом вы уже догадались я привал вот такие вот поэтому как чтобы привать такой вот а у него хоть как не старайся очищать волнистая поверхность и приходится делать вот так и чтоб еще не лопнуло то есть широкая лента и так вот а дальше чудо скелет десятки веток все цветочек почках если я поливаю на двухлетний по двое но вот этим способом еще раз окулировка слева улучшенная то есть окулировка слева улучшенная окулировка здесь вот но почему все-таки я в конце лет об этом разговор во-первых меня спросили почему вы критикуете прививку почкой вот я туда решил дать более объективную картину в принципе я прошу с ней не связываться особенно новичков но есть еще профи давайте доберемся на профи вот взяли за практик обычная работа прививка за столом вот смотрите вот она улучшенная полировка вот одна лента которая крепко держится и вот такой торец всего лишь всего лишь такой торец идем дальше можно две две и получается да почему еще я говорю что сейчас срок не вышел вторичное сокодвижение и так можно две вставлять желательно чтобы они как раз занимали всю поверхность поперечную вот и чтобы щели не было ну а там уж как повезет идеально не всегда получается и по возможности вертикальная использовать вертикальную ветку по возможности вот значит прививая за столом только имея вот такие корни это специальная работа не сегодняшняя вот такие корни вы можете быть уверены что он почти не заметит пересадки а за столом согласитесь удобно и наконец я вам когда-то показывал я был возмущенный шарашем крупному предпринимателю с города абаза горный город он крупный предприниматель не дурак вот он с десятком сибирских уральских водопитомников связался сказал я покупаю вас и я много я я посылаю машину нет мы только почты что он получил видите и убедитесь это прививка почки если саженец еще новичок еще только новорожденный уже имеет вот такой вот пень это коллега вот и поэтому я вас прошу я не говорю не покупайте за тысячи километров вам обязательно будет предъявлены десятки фотографий в случае фотографий с интернета никогда не признается что у них нет этих же абрикосов персиков череша и слив вот таких нет а на фотографиях есть вот разоблачайте сколько раз я повторял но стоит вам произвести вы живете я специально за тысячу километров а вы говорите я живу в десяти километрах я сейчас пяти пятьсот метров от вас я сейчас возьму тележку приеду давайте накопаем сануста я заплачу и когда вам скажут ну и что что в пяти километрах все равно а я такие случаи знаю вот знаю в 20 километрах когда отказались посылать ой продавать сказали попасть и получит двадцать километров вот и потом знаете как это с одной стороны енисея белый я так бейский район конец алтайский район белый я братский мост сразу на той стороне питомник то есть напрямую кадров 20-30 не мерил так а можете 10 я представляю как он попасть и нет давайте платить заказ выполнил попасть и представьте себе куда идет измену синска куда идет пусть красноярск вот я говорю в москву когда такое а потом я подъеду нельзя вот это мой совет отказали на месте посылайте знаете куда чтобы не долго оттуда не возвращаться и еще вот это еще раз покажу дело в том что человек вот имея звание доктора наук представился показал как надо садить яблоги бамушель вот так вот выбрал именно вот такой саженец прививка почкой вот поэтому я сразу говорю прививка почкой уже для того нужна независимо от того что получается страшная рана и получается страшный урод инвалид страшный я не то говорю мне так впечатлить что еще и не замазывали вот краской точно нет вот таким густым седугваром нет да вот вот и это все только для того чтобы экономить почки каждая почка идет в дело а это значит что он взял где саженец питомники вот но когда берешь питомники должен выбрать лучше если лучше выглядит вот так представляете как выглядит худшее вот вот это еще раз значит казалось бы все завязываем с прививкой почки тем более если речь идет в том что делаешь сам но давайте все таки делить на то что делаешь сам и даже на любительское садоводство и на профессиональное садоводство вот вот это вот фонографию мне прислал мой друг Валерий Александрович он живет в Шумской области видите фамилии уже не называю у него прекрасный персиковый сад вот он культивирует мои подчеркиваю и сам всегда подчеркиваю культивирует этот самый персик хасанский кладра и вот его фотографии видите написано хасан так вот это прививка почкой и я сейчас поделил я уже поделил любительское садоводство и садоводство которое я называю промышленным вот здесь вот здесь это его же фотографии это персик хасанский вот здесь идет вырезается как бы щитком вот эта почка и получается вот сколько вы видите почек все что видите почки идут в дело если мы используем обычную прививку внимание внимание вот здесь уже одна две почки ушло ушло и еще третья попадает под это 3-4 почки уходит на улучшую каплировку потому что можно было бы улучшую каплировку с одной почкой сделать например под нож попадает одна почка бывают почки ближе расположены тогда две почки под нож под косой срез тогда одна но почка почки рознь поэтому я всегда говорю прививайте любители 2-3 почки так и так для нас если это страшный дефицит можете использовать одну почку более того попав не вовремя такую ситуацию что осень близкая осень сокодвижение еще не закончилось вот до 100 причащих случаев вы беретесь прививать например улучшенные уже эти самые есть варианты щиток ну или название есть вариант почки есть вариант окулировкой вот он живет это вот я показывал на канале с удовольствием по железу фильм его вот там сзади сделала 2000 это одна из плюсов я никогда не делал больше 150 вот обычная улучшенная капулировка она почка делает в день 2000 это еще один плюс для промышленного с удовольствием и наконец здесь примерно в этом месте вот тут вот чуть выше почки когда она пойдет в рост здесь будет отрезана и вот этот вот подвой уже будет не нужен дальше пойдет почка персика причем я сейчас не знаю точно возможно это персик который используется на подвой возможно это иис хасанский нижняя часть а это роскошь на нем что получить морозостойкость но в любом случае вот здесь будет отрезана и будет даже рано уже может быть не такая страшная страшенная ну скажем два раза меньше да вот и добавим что это Украина вот вся технология наша и прививочная и любая и все обрезки и посадки к нам идут с юга с самого юга с Египта началось потом перешло в юг при Средиземноморье потом при Черноморье потом все вот вот и если вы когда-то закончится проблема на границах мы будем дружить вы будете покупать а у нас этим практически никто не занимается страшная беда друзья в том что вам персики продадут но мой совет от души если уж вы деньги потратили могут продать за 300 рублей и за 3000 в любом случае вы сразу выбрасываете вот потеряли деньги ну потеряли вот ну например вы купили бутылку ну например виски потом с помощью этого самого анализа установили что это ядовитая смесь ну самоделка подделка вот а вы за нее заплатили 1000 рублей а не 3000 рублей вот и что теперь узнав что это яд будет и пить нет так и тут узнав что это южный саженец вы можете понять что персиков Россия не производит вот я имею в виду Россию среднюю и северную потому что вам в Москве продадут и скажут что в Москве произвели все это вранье садов персиковых нет кроме отдельных случаев укрованные кормы крайний юг самый крайний все и получил что вероятность что вам подсунут персик который замерзли сто процентов равен девяносто восемь процентов то есть девяносто восемь процентов персиков с рынка сто процентов умрут скажем так но если это украина вот там уже это может быть вот если будете укрывать имеют страшную раду уже не такую страшную раду если вы не можете ждать весны чтобы сделать обычную крыруку если у вас мало вот этого материала ну одна веточка заметная прямо сейчас и привать вот все что я наговорил ну теперь сроки последняя декада июля первая декада августа а сегодня двадцатого августа с доля риска можно еще привить я привал вот другое дело что потом все это полыхнул огнем результаты я не увидел вот по-прежнему считаю что любительское с удовольствием вот это отрицает сходу вот и нельзя было доктора наук хвастаться вот этим садом это величайшая это несправедливость вот он должен сказать ни в коем случае не бери такой сад а вот этот сад садит на глазах у тысячи людей вот зачем вы меня спросили про почему как вопрос был задан помните почему вы отрицаете прививку почвы что что всё вы увидите что 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 это вы это под вы Продолжение следует...